Здравствуйте, коллеги! Для того, чтобы помочь нашему клиенту, который попал вот в такое, добрый вечер, Галин, вот такое вот сложное состояние, когда, в общем-то, и готов себе помочь, а не может. Знаете, меня всегда удивляли психологи, которые говорят, ну вот что хочет клиент? Я же ему сказала, избавься от обиды. Здорово! Ирин, тоже люблю, спасибо большое. Здравствуйте! Здорово сказать, избавься от обиды. Согласитесь, мало людей, которые сидят такие в обидке и говорят, ой, сижу себе такая, обижаюсь и мне приятно, правда же, хочется от этого избавиться. Ну как? Ну если душа рвется, ну как? Наша с вами традиционная ситуация, с которым приходится сталкиваться с семейным психологом – измена. Попробуй избавься ты от обиды, попробуй снова научись доверять и научись верить. И вот в этом случае, помимо метафорических ассоциативных карт, я всегда с большим удовольствием использую, здравствуйте, Ян, тоже рада нашему вебинару, а всегда использую и терапию цветы Баха. На самом деле это действительно вещь абсолютно волшебная, потому что я покажу вам, как можно терапию использовать вместе с маятником, а маятник – это биолокация, маятник – это вещь абсолютно удивительная. И покажу вам специальную, мы так ее неэстетично называем, энергетическую палку, но при всем при этом действительно австрийские коллеги привезли мне из Австрии такую замечательную биолокационную палку, которая позволяет нам, психотерапевтам, психологам помочь отобрать эссенции цветов Баха для того, чтобы облегчить состояние наших клиентов. Ну, обо всем, безусловно, по порядку, а сейчас начну с самого главного, в том, чем абсолютно уверена, в том, что подтверждает моя достаточно многолетняя практика, и в том, что каждый раз говорю об этом своим клиентам. Эмоции влияют на наше физическое состояние, причем влияют невероятным образом, и мне, как он, к психологу. Это особенно видно и особенно понятно. Вот у нас, сделаю такую небольшую уж рекламку, простите меня, но, может быть, она будет вам полезна. У нас начинается с 15 по 19 сентября семинар для онкопсихологов. Авторскую методику мы предлагаем нашим слушателям, и потом в дальнейшем, надеюсь, что это будет в октябре, мы хотим провести и вебинар, вебинар по работе онкопсихологов, потому что сегодня, добрый вечер, Анна, сегодня действительно онкопсихологов практически никто не готовит, а у нас уже есть такой вот хороший, очень, мне кажется, ресурсный и очень эффективный наработанный метод. И почему люди болеют? Когда мы задаем себе вот такой вот вопрос, то медики назовут массу абсолютно четких факторов, которые могут человеку испортить болезнь, своего состояния, принести болезнь. Психологи, естественно, назовут свое, но вот я три дня назад вернулась из Болгарии, у меня там были пациенты и были онкопациенты. И я была невероятно поражена вот какой вещью. Маханький городок в Габрово. Расположен, самый центр Болгарии, расположен в невероятно энергетическом месте, очень положительном месте, кругом леса непроходимые, воздух чистейший, ручьи, реки, горы. То есть, вы представляете, какая экология? Город спокойный, жизнь там, все мы поперепутали, нам что понедельник, что вторник, никто никуда не торопится. То есть, чувствуете, к чему я клоню? Нет каких-то таких факторов, ни экологии, ни нервов, ни каких-то продуктов неправильных, потому что, во-первых, это Евросоюз, а во-вторых, действительно, в Болгарии очень качественные, особенно молочные продукты. А люди болеют, и очень много болеют. Что-то значит еще. Не только экология влияет, не только причина в том, что мы с вами едим и что мы пьем, хотя это важно. А, конечно же, причина болезни очень часто кроется у нас с вами в голове, в образе мышления и в образе наших с вами мыслей. Скажу вам, что, наверное, все вы уже знакомы с такой известной, ну, мне кажется, легендарной личностью Луизы Хей, которая определила вообще, что все заболевания, они происходят вот от каких-то неправильных эмоций человека. У нее есть очень известная книга «Исцели себя сам». Я не могу вам сказать, что рекомендую ее в 100%, но очень любопытная работа, и действительно есть много того, что можно вам, как психологам, взять на вооружение. Я работаю с паническими атаками, и очень часто замечаю такую вещь, что вот паническая атака, как неприятная эмоция, она приходит на помощь человеку, если он действительно не хочет что-то делать. И вот у нас есть такие вебинары по паническим атакам, и я там рассказывала примеры. Вот приходит ко мне человек и говорит, у меня паническая атака в метро. Первый вопрос – куда ты едешь? На работу. Нравится работа? Не нравится. Все, пришла паническая атака. То есть наше с вами физическое состояние непосредственно связано с мозгом. Очень часто болеют детки, меня спрашивают, почему ребенок болеет простудой. А ребенок дома или в саду? В саду. Дело не в том, что за ним плохо смотрят нянечки и воспитатели, а дело в очень простой вещи. Ребенок не хочет ходить в детский сад. И тело тут же на это реагирует. И тут же начинает посылать какие-либо болезни. Ну хорошо, если это только простудо. У нас, среди наших пациентов онкологических, есть замечательная девочка, слава богу, уже в состоянии ремиссии. И сильнейший по внутреннему стержню человек, которая говорила, эмоционально холодные родители. То есть хорошие, правильные, добрые, но эмоционально холодные. А ей всегда хотелось ласки. Она говорит, и я думала, господи, заболеть мне что ли? А пожалуйста. А организм тут же ответил. Хочешь заболеть, да? Да? И считается, что вообще любую болезнь можно вылечить, когда находятся внутренние психологические причины. Ну безусловно, если бы вообще так было на 100%, то мы, наверное, с вами тут вообще были бы волшебники. Согласитесь, да? Хоп, нашел причину, болезнь вылечил, и все здоровые, весь мир не болеет. Но все-таки мы можем говорить о том, что огромная доля того, как человек себя позиционирует в этом мире, как он живет, чего он хочет, конечно же, накладывает отпечаток и наклоняет его в физическое состояние. Почему все время склоняюсь к онкологическому? Я вам скажу. Потому что практически ни разу, в единичные случаи, не приходили к нам онкобольные в довольную жизнь. Обязательно, когда начинаешь спрашивать, как ты живешь до своей болезни, детьми недоволен, мужем недоволен, работа недоволен, люди вообще имеют странное качество, они чувствуют, что было счастье в прошлом, а в настоящем они не живут. И вот у меня есть пациентка в Болгарии, я говорю, о чем ты сейчас в первую очередь помнишь, когда ты борешься, заметьте, второй раз с болезнью. И мы не любим слово «борешься», да, мы говорим о том, что просто выздоравливаешь. Она говорит, я поняла очень простую вещь, не будет другой жизни, нельзя жить на черновик, не будешь жить лучше, чем сейчас, живи сегодняшним днем. И это правда. А если вы живете сегодняшним днем, то согласитесь, надо жить здорово, надо жить счастливо. И не говорите мне, что вы не можете для себя это сделать. Помните, как говорят мудрые, человек, который хочет, ищет возможности, а человек, который не хочет, всегда найдет препятствия в любом деле. И здесь то же самое. Не нравится вам работать? Меняйте. Не нравится вам семья? Я имею в виду супруг или супруга. Что вас держит? Подумайте хорошо. Меняйте. В первую очередь надо помнить о том, как я себя ощущаю в этом мире. Потому что, помните замечательную фразу, да, несчастные делают других несчастными, а счастливые делают счастливыми других. И если вы счастливы дома, то вокруг вас счастье. А если вы больны и несчастны, то вы то же самое и дарите окружающим. Чувствуете человек рядом с вами, который не верит в вас, который подрывает ваши силы, в котором вы начинаете общаться, и у вас постоянно портится настроение. Зачем он вам нужен в вашей жизни? Избавляйтесь. Не бойтесь закрывать двери. Я тут в сейсбуке прочитала замечательную фразу коллеги, которая говорит, чем больше работаю психологом и общаюсь с людьми, и провожу семинары по общению, тем меньше у меня становятся друзей. Правда? Правда? В этом действительно есть истина. Ты уже себя окружаешь теми людьми, которые действительно тебе приносят радость. На что стоит обязательно обратить внимание, когда к вам приходит пациент? Очень важно, чтобы он не впал в состояние депрессии, потому что, как вы знаете, в депрессии есть несколько стадий, и вот на самой первой стадии эмоционально мы еще можем сделать так, что даже человек поможет сам себе. На второй стадии, конечно, важна помощь психолога. А дальше из-за депрессии, вы удивитесь, не могут происходить даже изменения в коре головного мозга. И это уже совершенно другая область, это уже не психология, это уже и антидепрессансы, и психиатрии, и так далее, и так далее. Поэтому поспрашивайте человека. Есть очень хорошие тесты, когда может человек, отвечая на вопросы, дать вам полную картину, есть ли у него сейчас депрессия, и на какой он стадии. Первонаперво на что нужно обращать внимание? Как человек себя ощущает? Утомляется ли он? Много ли он утомляет? Часто ли он утомляет? Вот есть у меня тоже одна пациентка, она говорит, ты знаете, я проснулась и уже устала. Вроде бы, да, совершенно смешно звучит фраза, на самом деле нет, это не депрессия. Она реально, она проснулась и уже устала. Человек чувствует либо сонливость, либо наоборот бессонливость. Человек отсутствует аппетита или же он не чувствует вкус еды. Человеку сложно сосредоточиться на чем-либо, нет концентрации внимания. У человека повышенная тревожность, он все время о чем-то тревожится и не может понять причину. Какое-то состояние тоски, вот такое, которое тянет, выматывает, не дает радоваться. Человек худеет. Вот это вот одни из таких достаточно ярких проявлений депрессии, но, пожалуйста, насторожитесь. Если вы увидели вот из этих там 7-8 пунктов, которые я вам рассказала, что у человека присутствуют многие, надо аккуратно отправить его, отправлять на онкологию, потому что, к сожалению, депрессия скрывает и очень много других болезней. Вот за ней скрывается и онкология. Вы знаете, что в онкологии самое важное не упустить время. Поэтому вот такие вот симптомы, которые я вам назвала, они действительно могут сигнализировать о том, что явно что-то не в порядке, и у человека помимо нас, психологов, вполне вероятно, нужно отправлять их дальше к специалисту. Люди вообще пугают слово онкологии, вообще пугают слово рак. Здесь все объяснимо. Опять же, наши пациенты говорят, мы, общаясь со здоровыми людьми, потому что я часто спрашиваю, скажите, что вы ждете от тех, кто вокруг вас, что вы ждете от близких, от друзей. И онкобольные говорят, ну, во-первых, понимание, и, во-вторых, от нас иногда просто отворачиваются друзья. Им настолько кажется, что общаясь с онкологическим, и у тебя будет то же самое, что люди просто вот так вот заканчивают многолетнюю дружбу. И пациенты говорят, ну, естественно, пациенты какие? Те, которые не опустили руки, те, которые понимают, что жизнь есть после рака, и она достаточно многолетняя и счастливая. Самое главное – правильно понять, для чего все это пришло и что с этим делать. Вот, и мои пациенты говорят, знаете, когда мы общаемся со здоровыми людьми, мы стараемся так себя вести, чтобы они не чувствовали себя неловко. То есть, вы представляете, какого уровня мужества, когда тяжело болеющие люди, они еще учитываются приемы со здоровыми людьми. Ну, вот видите, да, вот эти вот симптомчики здесь на экране есть, сопутствующие симптомы, физические симптомы. Все, что у нас вообще встречается в депрессии, вот здесь вот как раз и на этой схеме показано. Но, как я вам уже сказала, вот, например, смотрите, чувство вины, потери интереса, печаль, тревожность, флаксивость, задумчивость, раздражительность, вот эти вот, и вот излишняя озабоченность о своем здоровье, вот эти вот проявления депрессии и каких-либо других болезней, но мы не говорим физических, да, мы все-таки говорим психологических проблем, прекрасно лечится терапией Баха. Прекрасно лечится, и я с большой радостью поделюсь с вами опытом, потому что если вы владеете этим методом, смотрите, как получится здорово. У вас будет замкнутая, вот такая очень правильная цикличная система помощи нашим пациентам. Человек пришел, человек рассказал, что с ним произошло. Мы с вами с помощью метафорических карт, каких-либо других методов, методик, их очень много, и сказка терапии, и Эриксонский гипноз, если вы работаете в арт-терапии, да, мы с вами нашли причину, мы ее показали человеку, он с нами согласился, он о многом задумался. И с помощью цветов Баха мы еще поможем ему справиться со своим негативным состоянием, со своими негативными эмоциями. Таким образом, мы абсолютно с вами чисты перед клиентом, перед нашим пациентом, потому что даем ему законченную психологическую помощь. Дальше все зависит уже от самого человека. Вообще слово пациент – это терпение, да, латинское слово терпение, что такое? Это страдающий, терпящий пациент, да, страдающий, терпящий. В русском слове терпеть – это еще что-то претерпевать, иметь терпение преодолеть что-то. Вообще русский человек очень терпеливый, это одна из наших национальных особенностей, поэтому мы вынуждены говорить, что когда к человеку приходит тяжелая болезнь, то первое, что он должен делать – это проявить терпение и настойчивость. Терпение и настойчивость. Здравствуйте, Светлана. Если человек, смотрите, что происходит, вот, например, если человек простудился, то человеку проще использовать какой-то стильный препарат, который блокирует насморк, там, температуру и что-то еще. Но нужно всегда вспомнить русскую хорошую поговорку. Леченый насморк проходит через неделю, а не леченый через 7 дней, и это действительно так. Попробуйте как-нибудь сравните. Это так. И кроме нетерпеливой эмоциональной какой-то такой и еще каких-то определенных тех качеств, которые мешают нам жить в гармонии, существует еще много разных типов поведения, которые точно так же негативно относятся и к самому человеку, и к тому, кто его окружает. Смотрите, мы никто не хотим общаться с раздражительными людьми, или с людьми сметливыми, или с людьми чрезвычайно мнительными. А ведь зачастую бывает так, что вот эти вот и сметливость, и мнительность, и раздражительность, вот эти вот эмоциональные всплески – это тоже проявление каких-то физических недугов. Поэтому веду нас к тому, что любые наши с вами эмоциональные негативные мысли всегда связаны с физическими проблемами и наоборот. И наоборот. Поэтому, если мы говорим о том, простите меня, что человек собирается преодолевать болезнь, то первонаперво он должен быть степеливым и упорным, чего как раз нам больше всего и не хватает. И всегда опять же говорю, смотрите, исцеление и лечение – это разные вещи. Вот у нас с вами будет следующий семинар гостевой, вебинар вернее, да, я начну с очень красивой суфийской притчи, и там я как раз вам буду говорить, что лечение – это процесс пассива. Мы пришли к врачу, и он нас лечит. А исцеление – это процесс активный, исцеляет себя человек сам. И исцеляя, он проходит какой-то опыт, какие-то этапы, какие-то уроки, и исцеляя себя, у нас есть масса шансов больше не заболеть, если мы правильно эти уроки преодолели и прожили. Ну, как я вам уже сказала, очень здорово, когда мы можем не только помочь нашим пациентам понять, откуда у них вот эти вот эмоциональные проявления, но еще и можем помочь. Терапия Цветы Баха достаточно давно, достаточно давно у нас существует эта терапия, но мало кто использует. Сразу скажу, почему мало кто использует. Во-первых, мало кто учит, как кайфины используют, потому что не в обиду будет сказано тем специалистам, которые обучают работать с специальными Баха, все-таки есть одна принципиальная разница с теми специалистами, которые обучают за рубежом. И, собственно, я и проходила вот это самое обучение. Смотрите, что происходит у нас. Вы решили прийти к специалисту, да, к российскому специалисту, который обучался по российской технологии, по российской школе. Я вас спрашиваю, у вас какие проявления эмоциональные, неприятные, вы мне говорите, это тревога, это обида, как мы говорили с вами, да, это суетливость, это упадок сил, это что-то еще. Я говорю, отлично, отлично, вот давайте я вам дам, вот репешок я вам дам, алию я вам дам, я вам дам, ну что могу еще, утесник надам, гречавку. И я вот таким вот образом слушаю пациента, набираю ему там несколько препаратов, делаю из них общий лексир и даю возможность принимать там в течение того времени, пока не поможет. Но, а вдруг человек неадекватно оценивает свое состояние? Может, у него это и не обида, а что-то другое, а я уже ему дала от обиды препарат. Может быть, у него это не раздражительность, а наоборот, сверхответственность за кого-то или за что-то, а я ему даю от раздражительности, понимаете? И человек говорит, ой, цветы бахнет, мне не помогли. И что делают наши коллеги, вот, как я вам уже сказала, я училась у австрийских стихотерапевтов, они работают в биолокации. Сначала они просто смотрят на человека, пытаясь вот так вот поговорить с ним, для себя определить, какие у него есть проблемы. Что делать после этого? 38 лексиров. Сейчас я вам об этом расскажу чуть-чуть подробнее. Человек в одну руку берет баночку с лексиром, в другую руку либо маятник, либо у меня специальная биолокационная палка. И с помощью этой палки мы определяем, подходит человек этот препарат именно биолокации, именно через энергетику или не подходит. И мы таким образом берем 7, больше 7 нельзя в один флакончик, ну, считается, тоже есть определенная норма приготовления лексиров. Ну, к примеру, берем с вами 7, может быть, меньше, там, 3 или 5 лексиров, и тогда уже начинаем читать, что выбрало наше тело с помощью локации. И проверяя, что мы выбрали, мы спрашиваем у человека, скажи, пожалуйста, есть у тебя вот такие вот негативные эмоции, потому что твой организм выбрал Алию, или твой организм выбрал Дуд, или твой организм выбрал Я. Человек говорит, о, да, у меня это есть. И тогда мы понимаем, что это мы будем ему давать. Безусловно, Ирин, это научный метод. Эзотерики никакой нет. Я кандидат науки, я не занимаюсь эзотерикой, я вообще далека от волшебства и колдовства. Цветы Баха зарегистрированы и в Министерстве нашего здравоохранения, и вы можете купить их практически в очень многих аптеках. Поэтому, наверное, вы с покон веков знаете, да, как находили воду. Воду же тоже находили с помощью биолокации, с помощью биолокационных рамок, правда? Никакого волшебства, просто энергетика, а каждое живое существо энергией обладает. И вот через вот такой вот опыт подбора эликсиров, мне кажется, это наиболее эффективно может влиять на нашего пациента. Ну, кто такой Эдвард Бах? Замечательный английский доктор. Был выдающимся, очень уважаемым и ученым, и врачом, и внес огромный вклад и в ортодоксальную медицину, и в его области гомеопатии. Вот он-то как раз и создал простую, безопасную систему, которая доступна каждому человеку. Нет смысла, как мне кажется, сейчас рассказывать вам о всех его вот этих вот этапах, путях, чем он занимался, да, где он работал. У него действительно очень интересная биография, Эдвард Бах, почитайте на досуге. Интересно другое, что он очень четко определил, как любой хороший врач, что в зависимости от того, как человек настроен эмоционально и протекает его болезнь. И вот это потрясающее открытие он сделал, и стал думать о том, что, а как бы улучшить эмоциональное состояние больного? Как бы сделать так, чтобы человек, даже находясь в состоянии болезни, все-таки был бодро, оптимистичен и так далее, и так далее. Он очень любил природу, он очень любил гулять на природе, и он предполагал, что в природе существует очень много там трав или растений, которые с помощью вибраций, а вы знаете, да, что вибрацию и цветы, и растения, они тоже обязательно издают, они способны проводить и давать какой-то лечебный эффект на человека. Очень интересная вещь. Наверное, вы знаете, да, что проводили японские ученые, такой очень красивый, наглядный эксперимент, когда ставили два цветка, и одному каждое утро говорили, какой он гадкий и неудный, а другому цветку, наоборот, говорили, что он прекрасный и великолепный. Удивительная вещь, но тот, который гадкий и неудный, через какое-то время действительно засыхал. Вибрация ненависти. Вибрации зла и злости, они, безусловно, негативно влияют, равно как и радости, гармонии и так далее. Однажды он отдыхал в Эльсе, и на него, как считается, не зашло озарение. Он нашел растения, из цветков которых, придумывая солнечный метод, а я вам расскажу, что такой солнечный метод, он приготовил три первых цветочных песенков. Это были цветы бальзамина, губастика и репешка. Вот этот прием эссенции убирал очень важные вещи. Он убирал тревоги, он убирал страхи, он убирал суетливость. И, кстати говоря, у доктора Баха тоже были вот эти негативные эмоции, и он на себе практически все это использовал. Эссенциями, например, из цветов губастика доктор Бах предполагал врачевать страх бедности и одиночества. А вот, например, настой из бальзамина должен был лечивать болезненную скуку и спешку. А цветы репешка к повышенному чувству долга, потому что когда у человека действительно повышенное чувство долга, он никогда не чувствует себя толком счастливым, он все время чего-то кому-то что-то должен. И вот как раз, видите, да, я вам здесь написала, что те, кто был подавлен и не верил в свое выздоровление, действительно, либо вообще медленно шли на поправку, либо уходили в мир иной. И мы тоже это видим, я имею в виду, работая с онкологическими больными. У нас есть примеры, когда люди с четвертой стадии, с метастазом, живут 7 лет уже. 7 лет. Их лечат. Они проходят химию, у них есть экспериментальные лекарства. Но тем не менее, факт, факт, 7 лет. А есть те, которые приходят, у меня первая стадия, вот, ну, ничего, первая стадия, это практически мне 90 процентов излучения, первая стадия. Но человек говорит, он, нет, я чувствую, я все, и вы знаете, месяц, два, ну, удивительную вещь, он должен был победить без проблем, не непосредственно, ничего нет, и нет, а человек уходит, он так решит. Вот этот вот эмоциональный настрой. А знаете, еще был один выдающийся хирург, и никак не могли понять, почему люди после его операции, хотя операции и другие делали блестяще, быстрее выздоравливают и идут на поправку. Оказывается, хирург обязательно после операции приходил к своему больному и брал его в арку. И даже этого иногда бывает достаточно. Вот, поэтому терапия Баха и Светы Баха, опять же, чуть-чуть вам, вы понимаете, да, совсем рассказала, потому что у нас уже будут с вами не гостевые, а большие вебинары. Я расскажу вам о двух методах, которые употребляются для того, чтобы приготовить это эссенции, это и солнечный метод, это и метод кипячения. Я расскажу, для чего какое растение подходит, что действительно оно может лечить. И обязательно у нас с вами будет дополнительный материал. Покажу вам, какие можно использовать анкеты работы с Светами Баха, чтобы человека заполнил ее, и вам было проще дальше уже с ним работать. В электронном виде книжку вам вышли почитать. Ну, то есть, я пытаюсь вот за это небольшое время дать вам такое, что называется самое интересное. Хирург брал после операции за руку своего больного, просто вот в качестве поддержки, и люди выздоравливали быстрее. И мы, конечно, это тоже очень четко, видимо ощущаем. Знаете, отклоняюсь немножко от нашей темы, не могу с вами не поделиться этим клиентским случаем, потому что до сих пор нахожусь под таким впечатлением. Как я вам уже сказала, у меня большая частная практика в Болгарии, и ко мне неделю назад пришли родители, у которых мальчик трех лет погиб в мебельном магазине. Его придавило душевой кабиной. Представляете? Причем оба родителя чувствуют жуткую вину. Мама поехала в мебельный, ну, что-то прикупить, а ребенка решили не брать. И папа отвез его бабушке, а ребенок очень капризничал. А папа, любя сына, подумал, ну, что он будет расстраиваться, он его забрал у бабушки и привез к маме, а мама просто не доглядела. Ну, вы знаете, да, чуть отвернулся, дети, они, люди. И вот они ко мне пришли, сорок дней прошло, то есть вот в этот острый период горя. Вот перед их приходом я практически всю ночь не спала. Я думала, что я могу, вот вообще, что я могу им сказать? Потому что горе по-любому надо пережить. Вы знаете, пять стадий горевания. Но с другой стороны, я знаю, что они ко мне идут, чтобы им было легче. А как может быть легче, когда ты потерял совершенно был замечательный солнечный мальчик? То есть вот они рассказывали, когда просто светились лица, то есть ребенок был солнечный, видите, как Господь взял его. И вот мы с ними почти полтора часа беседовали о самом разном. И мы все-таки пришли к тому, что у них есть вот это чувство вины, безусловно. Как бы я им не говорила, какие бы цветами баха я их не поила, все равно будет и у отца, и у матери вина. И я спросила, вот как бы вы в одно слово, в одно предложение, свое чувство сейчас обозначили? Они говорят, мы погубили своего ребенка. И я вот за эту правду ухватилась и сказала, вы эту вину никогда не переживете. Но если вы погубили одного, спасите другого. Не думали ли вы, чтобы взять ребенка и взять дом? Никак замену. Потому что они хотели сейчас сразу же беременеть, что категорически нельзя, получается, человек беремененен для того, чтобы найти замену погибшему ребенку. Но это ни в какие ворота не лезет. И я сказала, если Господь решит, он и так вам даст своего. Но не кажется ли вам, что вот, по крайней мере, вот эта вот вина погубили одного и спасли другого, это все-таки, ну, не знаю, найдет какой-то определенный смысл и баланс в том, что случилось? И я им привела пример, что у нас на Руси считается, что если человек взял сироту и воспитал его как родного ребенка, это вот перед Богом засчитывается, как построил храм. И у меня есть такие очень интересные карты, фотокарты. Я больше работаю все-таки с метафорическими картами рисованными. А это мне коллега презентовала, фотокарты метафорические тоже. Ну, почему нет, интересные, красивые, такие здоровые, они прямо открытки-открытки. И я их, вот, много ресурсных, и я их использовала. И после того, как мы об этом поговорили, я поняла, что эта семья заинтересовалась то, что я им сказала, их как-то действительно вот немножечко поддержала. И я говорю, а давайте с вами просто достанем одну карту, что вы будете чувствовать, если вы все-таки решитесь взять ребенка из детского дома. Представляете, и папа достает карту, а там храм. Ну, это даже для меня было. Причем очень красивый храм с золотыми куполами, с синим небом. То есть вот такое вот очень прям вот возвышенное было абсолютно чувство. И, в общем, они оба замерли, призамерли. А там 120 карт, и достать вот такую вот одну... Вот сейчас даже говорю, у меня щеки горят, видите, как эмоционально реагирую. И мы, конечно, были в очень таком вот состоянии, совершенно возвышенном. И когда они от меня выходили, зашла болгарская коллега и говорит, что ты не сказала. Я говорю, что такое папа ушел со светлым лицом. И сегодня вот они мне с утра прислали сообщение, что они готовят документное усыновление. Я не могу вам сказать, ну, сможет ли вот усыновленный ребенок притупить боль, потери, да. Но вот все-таки вот это равновесие, когда погубил одного, но стал другого, в их жизни уже появится. И в этом смысле метафорические карты, они были мне вот каким-то невероятным поспорьем. Одна карта, по сути, и она все решила. Потому что, когда я просто говорила, они меня слушали, они очень думали об этом. Но и тут вот эта карта. И это была такая очень сильная комплектация. Я с удовольствием езжу в Болгарию именно за клиентскими случаями. Там совершенно не такие гонорары, как в России. Но там настолько... У них очень мало психологов. И поэтому вещи совершенно вот настолько интересные с точки зрения нашего профессионального, что можно, в принципе, даже и с вас за тобой работать. Вот. Вот такую вот я вам рассказала историю. И с этой историей такой сделала небольшой мостик, потому что мы сейчас с вами переходим и к работе с метафорическими картами. Потому что я вам рассказала немного о болезни. Ресурсных колод, Ян, очень много. Ресурсные колоды и Марена, Ресурсные колоды Хабитак, Ресурсная колода Сага относительно ресурсов. Там, конечно, гроб есть, но мы можем гроб убрать, и там полно ресурсов. То есть всё, что связано. Окна, двери, можно говорить. Пути, дороги. Это всё ресурсные колоды. Не устаю благодарить наших украинских коллег за совершенно великолепную ресурсную колоду, которая называется «Тайна моей души». Ну, для женщин это вообще потрясающая колода. Она очень хорошая ресурсная колода. То есть колод великое множество. Вот я вам сейчас хочу показать технику, которую я назвала «Лекарство против стресса». То есть не за что, не за что спрашивайте, а то, вы знаете, я такая говорящая голова, 46 человек, а я говорю, 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 никто ничего не спрашивает. Для чего я использовала вот эту вот технику, лекарство против стресса? Вот, смотрите, приходит к вам человек, да, и он настолько эмоционально напряжён, он может или плакать, или наоборот быть в состоянии какого-то пережитого стресса, или же ещё что-то, он никак не может собрать. Он никак не может вам чётко выразить, что у него случилось. Ну, вы представляете, да, что это может быть, состояние за какое. И вот это вот упражнение, оно очень быстро приведёт его в норму. Оно основано на том, что я заставляю человека работать не только тем полушарием мозга, к чему он привык, спасибо, Ирина, большое, но и работать вторую часть нашего головного мозга, что для человека не очень-то свойственно. И вот смотрите, как выглядит это упражнение. Сначала мы просим рассказать вот о своём дискомфортном состоянии. Здесь очень часто люди прям вот, 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 вот. Всё, наваливают, 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 да, с чем это связано и так далее. Затем есть такая колода, метская, называется Resilio, стресс. Вот её лучше всего использовать. Она как раз идёт для того, чтобы помогать справиться со стрессом. Она состоит из двух частей. Опять же, на наших вебинарах дальнейших я буду вам более подробно рассказывать о тех колодах, которые мы можем использовать в этом направлении. Так вот, она состоит из картинок, и она состоит из стрессовых каких-то ситуаций. Там лес, машина наезжает, там кто-то бежит за поездом. Вот что может вызвать стресс? А вторая часть – это самые разные виды животных и птиц. И очень интересно спросить человека, а достаньте в закрытую, когда вы сейчас в состоянии стресса, на какое животное вы похожи? Вот, видите, да? Очень хорошая колода, если вы работаете со стрессами, можете смело её применять, потому что она такая очень отзывчивая и не такая коварная, как Охи. С ней, в общем, не будет каких-то таких проблем и непонятных ситуаций. Всё очень ясно. И потом она вот такая забавная, то, что она из двух частей. Человеку всегда интересно посмотреть. Ничего себе, я похожа на лягушку. А лягушка, какие у него свойства? И вот он начинает уже думать, действительно, какие свойства лягушки, и так далее, и так далее. И мы действительно приходим к тому, что человек чувствует сейчас. Ну, так вот, если я вернусь к этой самой технике, то вот я на конкретном примере, я просила из колоды Ресилио в закрытую вытянуть карту. Можно доставать и в открытую. Тогда человек осознанно посмотрит, как выглядит его стресс или его паническое состояние. Я попросила в открытую, потому что всё равно любая карта, которую человек достаёт, она для него актуальна. Она попадает на 100%. Здравствуйте, Елена. Сначала мы достали карту. Я попросила её проанализировать, задавала вопросы. Что вы видите? Как вам кажется? Связана ли вот на карте картинка? Связана ли с вашим? Да, техника с животными просто прекрасна. Я, Моля, открою ещё такой секрет. Я не люблю колоды, где есть инструкции, потому что хочешь не хочешь, в эту инструкцию заглянешь. Хотя многие психологи говорят, ну, инструкции создают мастера, я тоже у меня есть одна своя колода, и я тоже писала там инструкции. Конечно, мне будет здорово, если кто-то их прочитает. Но если нет, мне достаточно того, что будут просто пользоваться мои колоды. Потому что если не смотреть инструкцию, или она на другом языке, то у вас включается вот ваше ощущение, ваше восприятие колоды, как вы можете с ней работать и её использовать. Для меня, конечно, это интереснее. Но есть люди, которые великолепно работают по инструкциям, и качество наших эффективностей, качество наших инсультаций, ничем не отличается. Вот, поэтому вот эту вот технику с животными, я уж по-всякому. На кого ты похож, на кого хочешь быть похож, что тебе нужно взять от леопарда, или наоборот, что тебе не нужно. Ну, в общем, здесь буря фантазии. Так вот, мы с вами описываем карту. Что вы чувствуете, когда смотрите на карту? Связана ли ситуация на карте с вашей ситуацией? Поговорили. Потом задаю вопрос. Скажите, какие два слова первые приходят вам в голову, когда вы смотрите на эту карту? Единственное, что попросите, ну, чтобы человек взял слова, ну, более-менее по буквам одинаковые, например, там, день, ночь. Вот примерно так, да, потому что если одно будет короткое слово, а второе длинное, то человеку будет тяжело справляться с заданием. И вот после того, как он нам сказал, какие пришли на ум два слова, мы предлагаем ему взять ручки в одну руку, да, в другую, то есть в рабочую или в нерабочую, и одной рукой, одновременно с другой рукой писать вот эти два слова. Например, одна рука пишет слово день, а вторая рука пишет слово ночь. Что у нас с вами происходит? У нас одновременно начинают работать оба полушария головного мозга. Человек делает для себя абсолютно необычную работу. Во-первых, он любой, даже в самом большом стрессе, начинает смеяться, потому что это действительно забавно. Казалось бы, мы столько лет пишем, но смотрите, что удивительно. Вот если человек праворукий, он начинает писать левой рукой, и что удивительно, правая тоже разучивается писать. И вот когда начинают одновременно эти два слова переписывать, то получается очень и очень такое ресурсное, забавное состояние у человека, когда он действительно приходит в норму. Ну, если вы хотите его окончательно в эту норму привести, можно предложить написать вот эти вот разных слов по 7 раз. По 7 раз. Ну, достаточно и 5. И вот когда он справится с вашим заданием, то, безусловно, он уже будет в нормальном состоянии, когда мы сможем с вами работать. А вот если касательно вот этого случая, то я вам прям расскажу конкретно клиентский случай. Светлана, 40 лет, замужем, двое детей. Она выходила из декретного отпуска. И у нее был запрос, как перестать бояться, что она потеряла квалификацию, как начать свое дело и как обрести уверенность. Нам интересно, что у нее перед встречей, ну, представьте, когда человек дома просидел с ребенком, она вообще дико из того, мало же общается, да, дома, дома, дома. Попробуй, сделай вот этот шаг снова выходить на работу. Даже после отпуска тяжело, я уж не говорю, после декретного отпуска, да. И вот перед тем, как прийти ко мне, у нее случился абсолютно бытовой инцидент с соседкой. Вполне благополучно этот инцидент разрешился. Тут кого-то прилил, залил, в общем, что-то такое, причем ровно все, все без последствий этого. Но Светлана оказалась невероятной. Невероятной. И вот она ко мне именно пришла, вот в состоянии стресса от вот этого инцидента. Мне надо было ее хоть как-то, ой, спасибо большое, Оль, что вы попробовали, здорово, да, как-то привести в себя для того, чтобы мы все-таки должны были понять, куда нам идти после декретного отпуска, да, чем заниматься и так далее, и так далее. Значит, сначала мы с ней обсудили происшествие, она мне все рассказала, сказала, какие у нее эмоции. Потом я ей предложила достать карту. Она достала, верну я вам, да, еще разик. Вот она, эта карта. Вот она мне ее достала и стала ее комментировать. Говорит, я вижу папу и дочь, они вместе смотрят вдаль, им хорошо вдвоем, и девочка ничего не боится. И тут она начинает вспоминать, вы знаете, дело в том, что когда мне было 10 лет, мой папа ушел из семьи и сказал мне, что он не хочет, чтобы мы больше общались, и чтобы я его больше никогда не тревожила. Всю жизнь, сколько я живу, мне не хватало его, мне не хватало его защиты. И вот сейчас его нет в живых, и я продолжаю помнить, как нам было хорошо вдвоем, и я продолжаю скучать. Именно вот это на вот этой вот картине. Понятно, что у нас произошло. Человек, лишившись рана отца, чувствует себя незащищенным во всем, и в том числе и вот в таких бытовых ситуациях, когда не может, по сути, даже дать отпор соседке. Я попросила ее написать те слова, которые ей приходят на ум. Неизвестность была и одиночество. И вот она одновременно написала. И вы знаете, мы уже здесь работали и с потерей отца, с этой проблематикой, и выходили уже на то, что обретали уверенность в себе и без того, что все-таки отца сейчас рядом нет, помочь некому. И муж, который есть, к сожалению, не стал для нее опорой, а может быть, не стал, потому что она пыталась проектировать у него качество отца, а он же все-таки муж, а не отец, правда? И он в ее глазах совершал не те поступки, которые бы совершил папа. Мне пришлось пройти, наверное, не самым этичным путем. Я спросила, сколько вы уже живете с мужем? Она говорит, мы живем 13 лет или 14, что ли. Я сказала, но он же не бросил вас, как вас бросил отец. И вот тут она задумывается, она сказала, да, он все время рядом со мной. И мы выходили еще на новую проблематику, как начинать чувствовать ценность своего супруга, как понимать, что он действительно хорош, и что не надо его ни с кем сравнивать, а он такой, какой он есть. И вот через это упражнение мы вышли аж на целых три совершенно полноценных консультации и на то, чтобы справиться с одиночеством, и обрести уверенность в себе, и на то, чтобы наконец понять, с кем мы рядом живем, и каков наш муж, и на то, куда нам пойти работать, и где нам брать вот эти вот ресурсы и силы. Вот такое вот упражнение лекарства против стресса. Очень простое, очень интересное, забавное. Вот вы можете его смело попробовать, и я вас уверяю, это будет действительно для вас неожиданная вещь. Кстати говоря, мы же с вами тоже впадаем иногда не в самое ресурсное состояние, правда? Поэтому, если вдруг вы находитесь вот в таком расстрае, попробуйте, очень быстро помогает. Значит, что дальше? Еще хочу вам предложить технику, она называется негатив-позитив. Техника также позволяет человеку, да, выходить из какого-то острого, стрессового состояния, и быстренько приходить в норму. Значит, смотрите, какие я использовала карты. Я использовала карты Танду, вы их видите сейчас на экране, и я взяла карты из своей колоды, моя колода называется Ральф, у меня единственная колода, больше я точно не буду создавать, потому что, во-первых, дело муторное, а во-вторых, не хочется повторяться. Лучше войти с единственной ролью или единственной песней в историю, чем пойти с паудиатом. Поэтому у меня колода создана для владельцев, которые пережили смерть домашнего животного. И не было ничего подобного, и мне вполне достаточно, что я вот в таком вот узком сегментике войду в историю метафорических ассоциативных карт. И у меня там есть негативные, условно говоря, да, и позитивные карты ресурсные, и не ресурсные. Вот я как раз в этой технике их использовала. Итак, спасибо, Ирина. Ну, это правда. Значит, что первым шагом мы просим? Мы просим в открытую и в санду достать человека три карты, которые бы рассказали, да, со страхами собак можно работать, но вполне можно, конечно, и у меня даже сразу уже техника полезла. Господи, какой интересный. Ирина, я вам благодарна за запрос. Вы знаете, ко мне со страхом собак никогда никто не приходил. Я подумаю однозначно над этим, над этим и предложу технику, как с помощью метафорических карт можно победить страх. Здорово, Ирина, благодарна. Так вот, просим достать три карты в открытую, рассказывающие о травмирующем событии. Ну, здесь вы видите, да, все картинки на лицо. Вот, так как я вам буду описывать непосредственно клиентский случай, то, естественно, рассказывала женщина, что она влюбилась в мужчину. Видите, первая карта, там, любовь, морковь была, вдруг началось насилие, и сейчас она была выгнана из дома, там, с чемоданом, с вещами и так далее. И вот она мне все это рассказывает, и рыдает, и рыдает. Я начинаю спрашивать, скажите мне, пожалуйста, вы сейчас о чем плачете? Вот, возьмите вот это на вооружение, этот вопрос, обязательно спросите, о чем плачет клиент, о чем горюет. Вы страшно удивитесь. Потому что я-то реально думала, что, например, ну о чем она плачет? О том, что она, не получилось у него за принцем, да, пожить с принцем, замуж сходить. Не получилось жизни какой-то счастливой. Оказывается, она плакала о другом. Она плакала о том, что не распознала, что ее муж шизофреник. Понимаете, он был реально шизофреник. Как говорят мудрые психиатры, как определить шизофреника, бойтесь тех, кто выглядит нормальный-нормального. И это правда. Мужчины-шизофреники великолепно могут разыгрывать весьма заботливых любовников и мужей до определенного времени. Так же было и у нее. Он писал стихи, он ухаживал, он дарил подарки. То есть, это было совершенно какое-то великолепие. А потом, когда уже стали жить, то тогда уже на полной мере увидела всю жестокость, которая может быть в семье. И вот она как раз горевала, что не распознала шизофреника. Вот, но я наоборот сказала, что это счастье великое, не убил, с вещами сидим, убегаем, опыт теперь есть. Хорошо, хорошо, но это хорошо на словах, а попробуй это пережить. Вот после того, как мы с ней вот эти три карты, выбранные ею, ситуации, обсудили. Для детей можно использовать в основном сагу и марену. Это самые лучшие карты. Есть еще замечательные карты, они продаются в Озоне, значит, называется Я и все-все-все. Чудесная совершенно колода, тоже можно с детками работать. В принципе, вот такие. Есть, например, сказочные колоды Мифы, Тысяча и Одна Ночь, но Тысяча и Одна Ночь достаточно специфическая, там восточные сюжеты. А Мифы прям сказочные-сказочные. Вообще, если мы говорим о том, что мы конфетируем деток с помощью метафорических карт, обязательно используем сказкотерапию и наоборот, потому что вот эти вот две отрасли, два направления великолепно подходят друг к другу, так как и там, и там лежит в основе главной метафора. Метафора. Так что вот три колоды, четыре. Сага, мифы, там я и все-все-все, и Марена очень хорошо с детками. То же самое, как и с беременными, да, потому что у нас особый подход, особый гормональный фон, там очень важно не расстроить, не испугать, и вот эти вот колоды очень-очень хорошо подойдут. Значит, что мы делаем дальше? Второй шаг. Дальше я попросила закрытую, так, вот, достать пять карт негатива, вот как человек вот из карт негативных, там у меня лежала кучка негативных карт, кучка позитивных карт, и я попросила достать пять негативных карт, закрытую, наверх положить, и пять ресурсных карт положить. Значит, после того, как человек мне их выложил, вот видите, да, на картиночке Мы вскрыли их и рассказали. Ну о чем мне тут, видите, да, о чем мне рассказал человек? Что когда муж, значит, вот так себя повел, вот она себя почувствовала совершенно диким, без листьев, одиноким деревом. Ей сейчас вообще кажется, что она впереди в какого-то страшного путешествия, горы, пустыни, она не знает, куда идти. Вот следующая карта, она говорит, вообще вот одиночество, так оно все и присутствует. Говорит, я все пять карт, закрытую, но я все равно все пять карт достала в том, что я сейчас чувствую. Палились чувства на костре, да, ну и вот опять, она говорит, мне холодно, я все время, несмотря на то, что весна, живу в состоянии зимы, вот так вот у меня сейчас сердце. Дальше попросила описать позитивные карты, ну тут все понятно, она говорит, раньше я была вот такой, я практически шла вот, вот шла, вот шла вот так вот по небу, по воздуху, по всему. И мне хочется к этому состоянию вернуться, и я надеюсь, что так оно и будет. Вот она говорит, я вот сравниваю два дерева, и, конечно, вот это дерево в нижнем ряду мне нравится значительно больше, чем в верхнем, потому что здесь и листья, и тут она заметила, что два ствола, она говорит, вы знаете, мне кажется, что, наверное, я все-таки кого-то еще встречу, и все это пройдет. Это вот то, что вы наверху видите, это как раз моя колода собачья, я ее называю, уж простите меня, называется она Ральф. В двух словах скажу, чтобы было понятно. Она состоит из четырех частей. Одна часть карты условно-позитивные, вторая часть карты условно-негативные, третья часть только образы собак, и четвертая только образы кошек. Я решила попугаев, рыбок, там и прочих морских свинок и хомяков все-таки колоду не делать большой, вполне достаточно, вот потому что люди в основном горюют по потере котов и собак. Вот, Ральф называется. Не, Рай-то хорошо, конечно. А почему Ральф назвала? В честь своей собаки. У меня была замечательная собака, да, Ральфа. Я вот в честь нее назвала эту колоду и таким образом и колоду создала, и собака всегда со мной, несмотря ни на что. И вот я решила, ну вот попробовать, да, как работает не только с проблематикой потери домашнего животного, но и с такой. И вот у нас получилось вот такой вот рядочек. Видите, здесь клиентка рассказала, что здесь женщина собаки прикрывает как-то так, да, мордаху, вот, и она говорит, вы знаете, я сейчас подумала, что может быть мне действительно стоит завести собаку, потому что сейчас жуткое одиночество и так далее, и так далее. Потом тут она увидела Санторину, да, вот замечательная, как красивый очень пейзаж, говорит, соберусь-ка я на море, чего я сижу. Ну и вот следующие, последние карты не очень хорошо видно, но там парочка обнимается. Она говорит, в общем, я все поняла. Пятый ряд, в смысле нижний ряд, это как раз пять картинок, как мне себя себя повести. А как тебе себя повести? А нужно повести себя очень просто. Нужно снова вспомнить, какая я есть, помнить, что это еще не конец, куплю собаку, уеду на море и там кого-нибудь встречу. Не, ну хорошо, ну хорошо, мне прям понравилось, мне понравилось. После того, как мы все это с ней рассказали, уже, в принципе, она такая была, такая уже, нормальная, радостная. Значит, вот эта вот колода называется Кто я? Кто я или Кто же я? Украинские коллеги придумали. Вот эту часть можно делать, а можно не делать. Мне просто интересно вам показать, какие вообще есть колоды. Вот, вот такая вот тоже, видите, колода называется Кто же я? И я попросила ее достать в закрытую карту до события и карту после события. Мы с ней эти самые карты до события и после события вскрыли. И что она говорит? Вы знаете, вообще я рада, что в моей жизни такое было, потому что вот до события я вообще с мужчинами практически не общалась. Я вообще считала, что все это стыдно. У меня была очень строгая мама, и она говорила, секс нельзя, секс это стыдно. Но вот этот мужчина, пока он за мной ухаживал, он смог дать мне самоисцеление. Вот эта вторая карта, он смог показать мне, что я умею любить, что я достойна любви, что это здорово. И пусть мой опыт оказался печальным, но пусть он лучше будет такой. И я знаю, что такое любовь и буду к этому стремиться, нежели я бы вот осталась как на этой карте со стыдом, с неуверенностью в себе и так далее, и так далее. Вот мне кажется, получилась очень ресурсная техника, очень такая она простая. Я даю вам простые техники, потому что если мы работаем одновременно с терапией Баха, то у нас вполне достаточно, не загружая клиента и самого, соответственно, себя как специалиста, вот так вот наглядно отработать. Вот такие пять очень простых шагов, которые действительно могут помочь человеку избавиться от каких-то негативных последствий. Если есть вопросики, вы мне пишите, да, потому что сейчас я вам показываю следующую технику. Называется эта техника «Знакомство с привычным». Это не моя техника, эта техника достаточно известная, мне кажется, она даже записана в инструкциях к копии или что-то в этом роде. Значит, смотрите, как выглядит. Мы просим достать, ага, карты приобретает. Но вообще на самом деле, Ирин, мы с картой не чувствуем себя. Вот мы тут с супругом говорили, я очень часто отказываюсь от скайп-консультации. Нет вот этого вот ощущения. Вот опять же, благодаря Екатерине Боровик, которая меня вытащила на вебинар, а так я и вебинар бы не решала ввести, нет вот этого присутствия энергетики. И нам предложили купить электронный вариант карт, ну, знаете, да, вот какую-то такую программу, чтобы можно было, клиент там, нажал себе кнопочку на компьютере, у него там вывезла 35-я карта или 15-я. И мы подумали, может, действительно купить такую программу, потому что я же и онкологических по скайпу консультирую. Это было бы очень удобно. А потом вот поговорили, нет той самой энергетики. Вот лучше сидеть и говорить, скажите, какой номер карты вы хотите достать и отсчитать, когда я их отсчитываю и я их чувствую. Чем вот так вот неживую с машиной. И решили остановиться на старом способе. Назовите число, счастливые вы мои, и я вам карту отсчитаю. Вот, так что с картами, конечно, это вот особая любовь. Итак, просим рассказать человека о травмирующем событии и в открытую достать 5 карт этого события. Вот, да, он нам эти самые 5 карт достал. Но самое интересное, здесь можно идти двумя путями. Либо можно вообще достать каждую карту в открытую, либо можно доставать в закрытую. Здесь как вам больше нравится. Есть ли в классике, в классике, понятно, да, классический вариант, то выглядит так. Говорим человеку, достаньте, пожалуйста, как ваше событие. Сейчас я вам поверну. Вот. Вот первый он рассказал, да, о своем событии. Сейчас я вам еще раз верну, чтобы вас не запутать. Расскажу я вам классический случай. Хочется всего много дать, но чтобы вы не путались. Итак, вот 5 карт, когда человек рассказал о своем событии. Вот что-то случилось, была потеря, вот человек остался один, жизнь для него показалась, как будто это шторм. Ему показалось, что его лепят, мнут там. Это вот после потери мужа у женщины было такое состояние. Вот сейчас она одна, совершенно одинокая, не знает, как с этим справиться. После этого мы просим в закрытую, то коуп или копи называется, совершенно верно. Коуп или код, они тут как раз написаны. Просим в закрытую достать 6 карт на запрос. Как выглядит ваше событие с космоса? Вторая карта с высоты птичьего полета. Третья карта, ваше событие с вашей ладони. Четвертая карта, событие глазами волшебника. Пятая карта, событие глазами ребенка. И шестая карта, событие глазами муравья. Понимаете, да? Интересно, что получается. Итак, событие с космоса, событие с птичьего полета, событие с вашей ладони, событие глазами ребенка, волшебника, событие глазами ребенка и событие глазами муравья. После этого мы просим человека вскрыть вот эти самые карты и рассказать, как ему кажется, вот это его событие с разных точек зрения выглядит. Классно получается. Человек начинает рассказывать, отвлекается, анализирует. То есть у него такая идёт мозговая работа. Для меня это удивительно, потому что я уже сейчас работаю, ну, как минимум, сочетая 7-10 колод за один раз. А здесь, представляете, одна колода и совершенно потрясающий получается аналитический расклад, когда реально человек может вот так вот рассказать, да, вот так вот показать, и как его события выглядят с разных точек зрения. Ему становится действительно легче, и он понимает, что всё в мире относительно, и всё в конечном итоге проходит. Помните, великий царь Соломон, он был прав. Ну и у меня остаётся немножко времени рассказать вам ещё одну технику, она называется «Я и мой кризис». Это колода Николета Чиколи. Очень люблю эту колоду. Это Таро. Но пусть вас вообще карты Таро не смущают, не читайте инструкции. Если вы увидели красивые карты Таро, используйте их как метафорические карты, просто как картинки. Они вызывают невероятный поток ассоциаций, поэтому если нравятся какие-то колоды, берите их в свой арсенал, нет ничего страшного и никакого отношения ни к гада, ни к эзотерике это, конечно, не имеет. Итак, эта колода называется Николета Чиколи. Про себя я их называю, девочки-утопленницы. Очень странная колода и очень информативная. Значит, прошу достать 6 карт. Да, потрясающий только колод. Совершенно верно. Заметьте, и достаточно дешёвая по сравнению с немецкими и с израильскими. Учитывая, что у нас огромное количество колод, приходится смотреть и на этот аспект. Так вот, просим вас, просим клиента достать из колоды 6 карт. Итак, первая карта. Как выглядит мой кризис? Вторая карта. Откуда он пришёл? Третья карта. Что он мне даёт? Хорошего. Четвёртая карта. Что он мне даёт? Плохого. Пятая карта. Что будет, если я его преодолею? И шестая карта. Что будет, если я его не преодолею? Смотрите, вот эту технику вы можете использовать с любой негативной ситуацией, эмоцией. Я и мой кризис. Я и моя обида. Я и мой развод. Я и моя тревога. Всё, что угодно. Самое главное 6 вопросов. Как выглядит в данном случае кризис? Откуда пришёл? Что даёт хорошего? Что даёт плохого? Что будет, если я его преодолею? И что будет, если я его не преодолею? Кризис. Очень хорошо даёт колода подумать человеку о том, а может быть, действительно кризис им нужен? Потому что кризис – это новые возможности. Может быть, это здорово? И вот смотрите, когда мы стали раскрывать вот эти вот все картиночки, то что рассказал человек? Вот как выглядит его кризис? Уволили с работы. Женщина работала на Первом канале, продюсером уволили с работы. Она говорит, вот как выглядит мой кризис? Ну реально, я сейчас мечусь на каком-то зайце с глазами, пуговицами и ищу ходы, как на шахматном поле. Вот так вот он действительно и выглядит. Человек описал, да? Второй – откуда он пришёл? Она говорит, ну действительно, пришёл, откуда не ждали. Лежу себе такая, нежусь, вокруг меня ракушки, там всякое такое, а я, значит, в нём вот так вот мучаюсь. Третий был вопрос. Что он мне даёт хорошего? Смотрите, птичка девочку обняла. Она так долго думала и говорит, вы знаете, Николета Чиколли, да, Николета Чиколли, ага. А вот действительно говорит, я же вот в этом кризисе сижу, себя жалею, лелею и ничего не делаю. И мне это хорошо, я сейчас никуда не хочу идти. И вот это хорошее он мне и даёт. А что плохого даёт? Плохого, что она как снежная королева. Она никуда не идёт дальше, она заморозилась, затормозилась. Что уж тут, всё видно. Что будет, если вы его преодолеете? Спросила я. Она говорит, ну вот удивительная вещь. Я бы вот здесь вот получилось здорово. Она говорит, а можно я поменяю местами карты? Я говорю, конечно, легко. Она говорит, вот мне кажется, вот эта вот карта, где много-много девочек у другой девочки на руках, это как раз, если я его не преодолею, я всё время буду в себе плодить вот эти вот обидки, кризисы, страхи. А вот если я его преодолею, пусть мне тяжело идти, пусть я иду вот между этими домами по канату, но мне надо это сделать. Вот так решил клиент. Не вопрос. Всегда давайте возможность изменить карту, поменять карту. Всё равно человек найдёт то, что ему важно и актуально. Друзья мои, спасибо. Уложились вовремя. Благодарна невероятно за ваше внимание. Надеюсь, что следующие... Ой, вам успехов от души. Следующие наши вебинары будут вам полезны. Очень хочу, чтобы у вас была эффективная работа, потому что мы от наших благодарных клиентов берём самое главное – смысл того, что мы сделали. Спасибо. Ухожу. Дальше уже с организаторами вы будете непосредственно решать все организационные вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Да, Виктория Анатольевна, благодарю вас за сегодняшний вебинар. Выключите, пожалуйста, презентацию. Приветствую всех участников. Меня зовут Суржанская Екатерина. Я администратор первого международного портала вебинаров. И немного об организационных вопросах. Мы приглашаем вас на курс, на онлайн-курс. Использование МАК и терапия Цветы Баха и других арт-терапевтических методов при работе с негативными эмоциями и болезнями. Данный курс начнётся с 27 сентября. С 19 до 21.00 будут проходить обучающие вебинары. 8 часов длительность данного курса. Это 4 вебинара, которые будут проходить 27, 28, 29 и 30 сентября. Если возникнут какие-либо вопросы по участию, записям, вы можете задавать их руководителю первого международного портала вебинаров Екатерине Боровик. Контакты скидываю в чат. Итак, программа курса 27 сентября. Обучающий вебинар будет посвящён техникам работы с МАК. Следующий, 28 сентября, это «Исцеляющие сказки». Ссылку на курс, на программу также скидываю вам в чат. Более детально с программой вы можете ознакомиться здесь. Следующий, 29 сентября, обучающий вебинар, посвящённый мандалотерапии и эриксеновскому гипнозу при лечении стрессов и негативных эмоций. И 30 сентября вебинар посвящён терапии цветы Баха. Какие условия участия мы подготовили? По окончанию курса вы будете иметь возможность получить сертификат Центра дополнительного психологического образования «Человек». Сертификат образец вы также видите на своих экранах. И участников мы добавляем в общую скайп-группу, где все могут общаться с Викторией Анатольевной, задавать вопросы, делиться опытом, общаться со своими сокурсниками. И для вас мы подготовили три пакета. Первый пакет – это участие в онлайн-курсе. Стоимость его 9000 рублей. По акции вы можете приобрести курс до 19 сентября за 6900 по данному пакету. Следующий пакет предполагает участие в онлайн-курсе, записи всех вебинаров, сертификат участника и стоимость пакета без акции 12000 рублей. И по действующей акции 8900. Третий пакет – участие в онлайн-курсе, записи всех вебинаров, сертификат участника, раздаточные материалы от Виктории Анатольевны и консультация. Стоимость курса без акции 15000 рублей. И по акции 9900. Если кого-то заинтересует стоимость гривна, то акционную стоимость я также скидываю по пакетам в чат. И как принять участие, как оформить участие в курсе. Вы проходите по ссылке, которую я сейчас продублирую в чат. Находите поле «Оплатить». Вводите необходимую сумму в зависимости от стоимости того пакета, который вы для себя выбрали. Выбирайте любой удобный способ оплаты для вас. Это либо виза, либо Яндекс.Деньги. И нажимаете на кнопочку «Оплатить». Далее попадаете вот в такое вот окошко, где необходимо проверить данные, ввести фамилию, имя, отчество, номер телефона и обязательно email. И после чего попадаете вот в такое окошко, где необходимо ввести номер карты и все необходимые данные. Также для тех, кто хочет посмотреть, обучаться по записям, то есть приобрести записи, у вас есть такая возможность. Также проходите по ссылке, которую я скинула в чат, и можете приобрести записи онлайн-курса. Либо просто записи, либо записи с материалами. И у нас также есть еще больше обучающих курсов от Виктории Голобородовой. Курсы по сказкотерапии, курсы по метафорическим картам. Со всеми ими вы можете ознакомиться по ссылочке, которую я сейчас скидываю в чат. Если у вас есть вопросы по сегодняшнему курсу, по оплате, по сертификатам, пожалуйста, задавайте их, я отвечу по возможности. Еще раз скину контакты Екатерины Боровик, возможно, вопросы появятся. В дальнейшем, 19 сентября, мы ждем вас на втором гостевом вебинаре, который также будет проходить в рамках данного курса. И если вопросов нет, тогда я буду завершать. Всех благодарю за внимание, благодарю, что были сегодня с нами, были активны. И ждем вас в 19.00, 19 сентября. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...